Большинство парней даже представлений не имеет о том, что означают жесты девушки на самом деле, о чем говорит нелепость в движениях, что скрывается за определенным положением рук или ног, и зачем стоит понаблюдать особенно пристально, чтобы читать любую девушку. Вашему вниманию 7 фишек, которые вы сможете применять на практике. Расположение рук и ног. Если девушка потирает руки, то это вовсе не значит, что она подсчитывает деньги в вашем кошельке. На самом деле это указывает на то, что ей владели приятные чувства или воспоминания. Если на свидании девушка сидит на краю стула, вытянувшись по струнке, это свидетельствует о том, что вы нашли интересующую ее тему, и она с радостью продолжит общение с вами. А если вы заметили, что девушка скрестила руки, постарайтесь не допустить, чтобы она сделала то же самое с ногами. Срочно смените тему разговора. Копирование позы. Это считается проявлением явной симпатии. Если девушка начала копировать вашу позу, жесты и мимику, то это хороший знак. Ее жесты приобретают медлительность и плавность, жестикуляции по темпу соответствуют вашим. Движения могут стать еще медленнее и буквально завораживать пластикой. Все эти изменения происходят интуитивно. Прикосновение к волосам. Девушки поправляют волосы, убирают их со лба, открывая область носа, глаз и щек. Чаще всего они делают это, чтобы волосы им не мешали, даже не обращая внимания на мужчину. Однако иногда они подсознательно приоткрывают лицо, и что немаловажно, именно с той стороны, с какой находится привлекательный для них парень. Делается это с целью лучше его видеть, а также ради того, чтобы он мог лучше рассмотреть ее лицо. Зачастую женщины склоняют голову на бок, за счет чего открывается область шеи. Также девушки начинают поправлять прическу в тех случаях, когда нервничают. Это движение придает уверенности в себе. Флиртуя, девушка может поправлять прическу медленнее, предоставляя парню возможность получше рассмотреть ее руки и волосы. Поглаживание и покусывание. Как и у парней, у представительниц прекрасного пола обостряется чувствительность к прикосновениям в момент возбуждения. Прикосновение к себе или к неодушевленным предметам – верный признак желания прикоснуться к другому человеку. Если вы нравитесь девушке, она немедленно захочет дотронуться до вас. Тактильный контакт. Сокращение расстояния между вами свидетельствует о переходе на новый уровень отношений. Как уже было сказано, девушка будет стремиться к тактильному контакту, если парень ей симпатичен. Разумеется, бросаться на амбразуру сразу она не станет, но на легкое касание вы можете рассчитывать. Как правило, это происходит случайно, но повторяется регулярно. И это связано с очередным невербальным сигналом. Странное дело, но часто в присутствии интересующего мужчины, женщина внезапно становится неуклюжей и неловкой. Возможно, поэтому меньше контроля при косновениях, манипуляции с одеждой, а также поигрывание с наручными часами, деталями украшений, шнуровкой, покачивание туфелькой, оттягивание цепочки – все это намекает на подсознательное стремление освободиться от одежды. Это не означает, что девушка бросится раздеваться, как только окажется с вами наедине, но указывает на то, как она крайне эмоционально и доверительно к вам относится. Кстати, носок ступни или колено женщины в положении сиди всегда обращены в том направлении, где находится объект ее интереса. Если принять во внимание все жесты и полученные сигналы, то можно быть уверенным, что если вы пригласите девушку в кино, то она вполне может выбрать в зале места для поцелуев. Визуальные жесты. Женщины смотрят не так, как мужчины. Для них характерны взгляды искоса и украдкой. Если девушка бросает взгляд из-под слегка опущенных век и слегка при этом улыбается, то это однозначно свидетельствует об интересе женщины и ее желании получать в ответ знаки внимания со стороны мужчины. Короткие взгляды из-под ресниц также привлекают к себе внимание. Девушки словно стреляют глазами. Случайно встретившись взглядом с интересующим их парнем, девушки начинают вести себя так, будто их застукали на месте преступления. Они смущенно отводят глаза и заливаются румянцем. Девушки предпочитают наблюдать за объектом своей страсти тайно. Более опытные ведут себя уверенно, они могут краснеть и отводить глаза, однако через секунду вернут взгляд, словно извиняясь за то, что следили за объектом симпатии украдкой. Именно девушка решает, как будут развиваться ее отношения с тем или иным парнем, но согласно сложившимся правилам и традициям хорошего тона, женщина не должна открыто показывать свою заинтересованность. Но если вы умеете читать язык жестов, то даже за короткое время общения сможете понять, что чувствует ваша избранница – безразличие или заинтересованность. Будем рады вашей подписке на канал «Узнай больше» и комментариям. На этом сегодня все. Крепкого здоровья, отличного настроения. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok